Рекламно-информационная программа. 11-101, номер нашего телефона. Заранее напоминаем и предупреждаем. Ну и прямо сейчас начинаем разговор с нашими гостями. Гостями из театра «Наспаска». Это руководитель, директор театра Владимир Грибанов. Владимир Иванович, добрый день. Добрый день. И Юлия Беляк тоже сегодня с нами. Специалист по связям с общественностью театра «Наспаска». И сегодня мы будем презентовать нашим слушателям очередную премьеру. Ну как очередную? Она, конечно, не совсем в ряду. Она необычная, яркая. То, что, собственно, давно не делалось в Тюзе, это называется «Все тайны волшебной страны». Постановка будет премьера 22 декабря. Давайте подробно рассказывайте, что за работа такая. Ну, с одной стороны, она действительно очередная, потому что она стояла в очереди на постановку. Но театр это тоже такой конвейер, да? Ну, с другой стороны. Можно так сказать, да. То есть там с некоторыми отклонениями, понятелями, где на конвейере там одну и ту же человек операцию выполняет, а театр все-таки каждый раз, как в первый класс, все заново. Каждый спектакль. Ну, да, действительно дошла очередь до этой постановки. Это будет «Тайны волшебной страны», замечательный музыкальный спектакль, тот, чего в нашем театре, по крайней мере, очень давно не было. Когда последний раз? Много-много. Когда мы последний раз пели? Последний раз, я вам скажу, последний раз я пел в «Трех мушкетерах». Это было очень давно. Очень давно. В роли какой? Атоса. Атоса. Еще помнится, такой был очень музыкальный разбойник спектакль. Это еще раньше было. Еще раньше было, да. Когда группа ЧП, Винго и компания, всем они этим делом занимались. А была еще первая версия «Трех мушкетеров» в 83-м году, когда я пришел работать в этот театр. То есть там была определенная история. То есть определенная традиция есть. Да, конечно. Это Александр Павлович Клоков, его друг Виталий Макаров, композитор, делали такого рода спектакли замечательные. Ну вот, всегда чувствовалась в нашем репертуаре острая нехватка чего-то такого. Ну, там были очень серьезные материалы, более масштабные. А тут все-таки история для детей замечательная. Скажем так, предновогодняя, новогодняя. Но связь с Новым годом есть, да? Да, конечно. Конечно, непосредственная связь. Да, у нее там одно из названий этого произведения «Елка из Листвии». Там есть несколько стран. «Елка из Листвия». «Елка из Листвия». «Елка из Листвия». Страна такая листвия. Есть там Трудания, там Баобабия, ну и там разного рода страны. Эхо Московия. Да, по которым путешествует, значит, принц в поисках принцессы и так далее. Ну, то есть такой замечательный сюжет для детей. Ну, мы себе позиционируем 6+. Этот спектакль. А вверх там нет ограничений никаких, что называется. Вот. Ну, есть у нас такие родители продвинутые, которые детей водят уже с 3, 4, 5 лет на этот спектакль. Естественно, мы этому не препятствуем. Главное, чтобы дети были немножко подготовлены к тому, что они идут в театр, что это такое общественное место, где много людей, чтобы они не боялись большого количества людей с ткопления этого, там, когда каснет свет в зрительном зале. И какие-то люди, персонажи какие-то появляются на сцене, потому что у них в этом возрасте еще такое безусловное восприятие, значит, могут возникнуть сложности. Ну, есть такие развитые, продвинутые, что как бы все нормально и все в порядке. Так что вот такой замечательный новогодний подарок 22 декабря в 15.00 состоится премьера этого спектакля. И мы с удовольствием будем ждать. И этот спектакль будет идти, значит, весь декабрь, до окончания декабря после премьеры. Также он будет идти в новогодние каникулы. Практически до Рождества. Да, практически до Рождества. Там будут и другие спектакли тоже, ну, и тематики такой новогодние, там «Снежная королева», ну и так далее. Значит, там и для взрослых будут истории. Ну, то есть следите за репертуаром, уважаемые зрители, на сайте нашего театра всегда репертуар опубликован заранее, уже известен он и декабрь, и январь, значит. Ну, помимо всего прочего, конечно же, при новогодней ожидания зрителей, и особенно маленьких, они еще состоят в том, что они хотят встретиться с Дедушкой Морозом, со Снегурочкой, со разного рода сказочными персонажами. Поэтому, конечно же, приглашай на спектакль «Тайны волшебной страны», мы еще обещаем, что вы обязательно в фае-театр подвстречаетесь с новогодними персонажами. Да, да, с новогодними. То есть такое полноценное новогоднее шоу, да? Ну, конечно. Да, у нас будут представители разных стран, новогодние вот этих вот стран, которые... Ну, разных стран. Не будем открывать все секреты. Рассказывать до разных стран, поэтому будет очень интересная интермедиа у Ёлки. Мне кажется, дети будут в восторге. Давайте расскажем, что за материал-то взят в работу «Тайна волшебной страны»? Ну, это, скажем так, английская, значит, такая история. Автор ее «Форджон», она переведена на русский язык. Приедет один из переводчиков, значит, в Аршавер. Она приедет к нам на премьеру. Вот, ну, поисками материала, конечно, занимался режиссер спектакля. Режиссер спектакля Наталья Красильникова. Да, да, да. Значит, Наталья Красильникова, значит, в содружестве с нашим заведующим литературной частью Юлией Янушайта. Ну, вот они предложили такую историю. Она, ну, она живая, она замечательная, она и веселая, и грустная. Ну, как это положено. А музыка, музыка чья, музыка, откуда музыка? Юрий Чаплин, смотрю, да. Заслуженный деятельность искусства Республики Татарстан. Татарстан, да. Ну, неведомыми путями, условно говоря, мы вышли на этого композитора, который, скажем так, пишет очень много музыки для театра в Татарстане, в том числе и для Казанского театра юного зрителя. И вот он написал музыку. То есть это он специально для этой постановки музыки написан? Специально для этого спектакля, оригинальная музыка написана. Там есть и сольные партии, естественно, как это и должно быть, да, для героев. Там есть и хоровые партии, значит, для хора персонажей. Там есть, ну, скажем, такая фоновая музыка настроенческая. Ну, это специально. То есть весь спектакль — это бесконечная песня? Нет, нет, нет. Или там диалоги всё-таки? Ну, конечно. Ну, скажем так, это не мюзикл, да. Ну, мюзикл — это тоже диалоги. Американский. Ну, там в американских мюзиклах переход от номера к номеру, идёт там 2-3-4 реплики, и дальше пошли петь и танцевать. Нет, здесь всё-таки это драматургия, это драматическое произведение. Там люди будут разговаривать, они будут обсуждать, они будут решать какие-то проблемы, будут конфликты, которые должны будут разрешаться, там, коллизии разного рода. Ну, то есть всё это обличено, естественно, в диалоги между персонажами. Музыка в живом исполнении будет звучать? Да. Нет, музыка будет звучать в записи. В записи всё. Да, вокальный. Вокал в живой. Ну, то есть музыка будет в минусе, а вокальные партии будут в живой, что называется. Ну, и тут просто было грех не воспользоваться такими вокальными данными, которыми обладают артисты театра «Наспаска». Это Ири Галямов и Нина Чернышёва. Поэтому я думаю, что вот исполнители как раз-таки главных ролей приятно удивят наших зрителей. Да. Ну, вот там Ирак ещё будет играть на музыкальном инструменте вживую. То есть там как-то всё очень будет... По-настоящему. По-настоящему, да. Ну, к всему хочу добавить ещё, ну, если немножечко отойти от, собственно, содержания постановки об исполнителях. Хочу сказать, что это, по сути дела, первая режиссёрская работа Натали Красильниковой. Наташа Красильникова в своё время закончила, значит, обучение как бы режиссёра. Она режиссёр-педагог. Вот. Вот сейчас она ещё обучается на режиссёрских курсах. И вот... Нет, кому-то уже повезло, кстати, увидеть её режиссёрскую работу. Потому что в минувшем году, в минувшем сезоне она была режиссёром-постановщиком юбилея нашей актрисы Елены Васильевой. И вот там был представлен спектакль «Чудо любви». Я думаю, что многим это запомнилось. Очень приятная была такая работа. Мы с удовольствием. Но ведь это было просто разовое представление. То есть, на самом деле, кому-то посчастливилось увидеть больше уже... Эксклюзив такой. Эксклюзив. Ну да. А здесь уже, как минимум, считайте, если на спектакле 400 человек, и мы их сыграем в ближайшее время где-то там 15-20 спектаклей за предстоящий месяц. Вот нажатие на 400, и сразу же какая аудитория увидит её работу, увидит работу, естественно, художника. А вот насчёт как раз оформления сцены вот этого всего, кто работал? Художник спектакля, наш главный художник, Екатерина Андреева. Значит, там, по-моему, такое очень лаконичное, но очень яркое, замечательное оформление спектаклей и костюмы. Значит, история, она такая, скажем, да, ну, нафталином совершенно не попахивает, то есть там не из какого-то там шкафчика забытого, да, бабушкиного, дедушкиного достали костюмы и там элементы оформления, там всё изготовлено и сделано там современно, красиво, стильно, значит, там графично и так далее. Но в то же время, ну, графично в плане силуэта, вот, но в то же время очень ярко, и я очень надеюсь, что в том числе, значит, будет очень интересная работа с художником по свету с Василием Илюшиным. Значит, последнее событие, вот последняя наша предыдущая премьера показала, что когда режиссёр Алексей Зимин отпустил его, что называется, немножко дал ему, так сказать, волю, Вася очень хорошо справился с своей задачей. Здесь он тоже будет импровизировать? Ну, нет, он будет в процессе выпуска спектакля, в процессе репетиционном, естественно, он будет создавать, скажем, художественную палитру спектакля, очень яркую, какой она, собственно, и должна быть в таком спектакле. Ну, не могу не сказать ещё, что, ну, удалось мне немножко порадовать его ещё и ещё тем. Ну, кто не знает, и вы тоже, наверное, есть такая специальная, родилась в этом году программа федеральной поддержки театров для детей. Вот, в данном случае специальные субсидии получил наш театр, театр «Кукол», значит. Вот, там два направления расходования средств – это на техническое, значит, оснащение и на постановку спектакля. И вот мы этот спектакль ставим, значит, вот на средства, по сути дела, это федеральные субсидии, плюс нам удалось, значит, там… Закупить технические средства? Да. Я, видите, каким этим крюком зашёл на Вася, значит, Левушина, то есть там значительное количество у нас добавится сейчас современное осветительное оборудование, аппаратура, всякого рода, значит, там… И сегодня вот я видел, как… И это всё в театре и останется? Да, естественно, да. Это всё, это государственная собственность, находящаяся у нас в оперативном управлении. Да, сегодня я наблюдал, как в ней топ-хором испытывали, значит, специальную снежную машину, которая пришла… Она, ну, разбрасывает не пену, она разбрасывает, ну, типа конфетти. Знаете, как Шрёдер нарезает такие штучки, значит. И такой снег по всей сцене летит, они стоят, все радуются, смеются, значит… А уборщица… Уборщица потом… Уборщица уже… Уборщица уже… Уборщица уже стоит, уже… Да… Аня, значит, стоит уже с веником и тоже радуется, открыв рон, смотрит, как это… Ну, это красиво, конечно, да. Как это красиво всё вылетает. Я говорю, только не крупноватые будут эти вот снежинки-то эти, бумажные, значит. А мне из зрительного зала, значит, там меры русских осветить… Это радист второй говорит… Не-не-не, я из зала смотрел, всё хорошо, всё хорошо, очень красиво. В общем, такой творческий процесс очень интересный. Заметите, то, что некоторым нашим маленьким зрителям и их родителям повезёт познакомиться с пьесой даже немножко раньше, чем премьера. Потому что в свете того, что читки в театрах становятся всё более и более популярными, мы решили сделать читку и для маленьких. И у нас сейчас презентуется проект, который называется «Сказки для Мартина». Я не буду объяснять, в чём там. Мы говорили о нём. Да, тем более мы уже рассказывали об этом. Так вот, оригинал этой пьесы, именно книгу, которая называется «Ёлка из листвий». Да, «Ёлка из листвий». С ней можно будет познакомиться в ближайший вторник по записи, потому что очень ограниченное количество людей, именно для детей от 6+, их родителей. Записаться можно по телефону. Можно телефон? Конечно, конечно. Телефон 715-720, потому что количество мест ограничено. Очень интересная схема вот этого проведения. Я думаю, что будет очень приятно как и маленьким, так и взрослым. 715-720. Запомните легко. Пора нам на небольшую паузу прерваться и скоро продолжим. Культпоход. Сегодня мы в «Культпоходе» говорим о премьере музыкальной сказки в Театре на Спаске. Называется постановка «Тайна волшебной страны». И с нами директор Театра Владимир Грибанов и Юлия Белек, специалист Театра по связям с общественностью. Нам пора приступать к розыгрышу наших призов 211-101. Но перед тем, как наши гости зададут первый вопрос, мы должны все-таки огласить весь список. Да. Театр на Спаске у нас сегодня присутствует. Над Кукушкиным гнездом. Постановка. 16 декабря. 18 часов. Ограничение 16+. Драматический театр тоже никуда у нас не делается. Стоит на месте. Старший сын. 10 декабря. В 17.00. 12+. И Киров лес. 16 декабря. В 17.00. Ограничение 18+. Вы также можете попасть в кинотеатр. Либо смена, либо дружба. Есть у нас пригласительные туда. Ну и книжки. Книжки, как обычно. Книжки, как всегда. От магазина «Читай город». Майя Кучерская. Это была совсем другой. «Одиннадцать городских историй». Такая очень стильная книжечка. Удивительные истории с настоящими героями. С их судьбами. Болью, радостью. Им хочется сострадать. Хочется понимать. Хочется любить. И Виктор Ерофеев. Один из моих любимых вообще писателей. «Розовая мышь». Новый роман о путешествиях. Загородный мир. Царь дна. Сложном устройстве жизни. И о всепобеждающей любви 16+. Ну, Виктор Ерофеев. Красивая книжка. Розовая, как мышь. Да. Ну, и спасибо магазинам «Читай город». На Преображенской улице 65. И торговый центр театра. И Ленина 103. Торговый центр Крым. Спасибо за то, что книгами с нами делятся. У нас есть билет на одну персону. На концерт известного в России за рубежом. Исполнитель на армянском дудуке «Аргиште». Это будет в галерее прогресса 16 декабря 18.00. Ну, это исполнитель. Неоднократно был. Он был уже в нашем городе. Я как минимум знаю, что один раз точно уже был. Собирал. Отзывы феноменальные совершенно об этом исполнителе. Также у нас есть пригласительные на выставку «Пирелли». На три персоны. Выставочный зал художественного музея на Карла Ликвинах 71. У нас есть пригласительные на двоих. На выставку Анатолия Белика. Вообще мой любимый человек. И художник. Я не знаю, как просто сказать. Выставочный зал художественного музея. Там же на Карла Ликвинах 71. Угу. И еще внимание. Вот этот человек мог сегодня попасть к нам в культпоход. Но не попал. Володя даже шутку заранее приготовил. В прошлый раз у нас был Цой. Цой Александр. В этот раз мог быть Цой. Быть Самсон Цой. Да. Самсон Цой. Британский пианист-виртуоз. Можете выиграть билеты на его концерт. Концерт состоится завтра уже. 9 декабря. В концертном зале «Нас с Паской». Это «Спаская» 15. Начало в 18.00. Ну и напоследок мы оставили… Напоследок оставили у нас армзал Колизея. В следующий вторник 12 декабря у нас будет предпросмотр. Закрытый предпросмотр. Но вы можете выиграть парочку билетов на этот предпросмотр. Мы будем смотреть фильм. Да. Мы будем смотреть фильм, который называется «Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Спасибо, Владимир. Я никак не мог выговорить полное название этого фильма. Картина режиссера Александра Ханта, которая уже побывала, была представлена на многих фестивалях кино. На многих фестивалях. И получила массу наград. На семейном фестивале молодежи и студентов собрала полные залы. Собственно… Вы можете выиграть два билета на этот показ, который состоится в северном вечере во вторник. Витьку Чеснока играет замечательный актер Евгений Ткачук, молодой, который, в частности, мне понравился по картине «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Сериал это такой был. Не смотрели? Да, смотрели. Яркий такой, да, персонаж там был. Да, он играет Витьку Чеснока. Ну, а вот самого Леха Штыря играет никто иной, как Алексей Серебряков. В общем, известные все люди. Это все в рамках нашего совместного проекта с кинотеатром Колизей. С кинотеатром Колизей, это Москва в Кирове. Да. Когда мы собираем на предпоказы, не блокбастеры. Авторское кино, эксклюзивное, документальное у нас в перспективе будет кино. Так что не только приглашаем, но и затем еще в культпоходе будем отчитываться, что же мы увидели. Ну и давайте вопросы задавать. Да, я сегодня приготовила два вопроса. Один попроще, другой посложнее, с которого начнем. Давайте попроще. Давайте попроще. Хорошо. Для разогрева. Здесь у нас в студии находится исполнитель роли романа, который в свое время написал Брэм Стокер. Вам нужно всего-то вот и назвать имя этого персонажа. Имя? Да, имя. Брэм Стокер. Роман написал Брэм Стокер. Да. Персонаж исполнил человек, который находится у нас в студии. Да. А спектакль шел на сцене театра. А спектакль шел на сцене. Вот. Естественно, называть сам персонаж не буду. И название романа тоже. Фамилия его хорошо известна. Не только в узких кругах. А вот имя хотелось бы услышать. 211-101. Вот так вот. Мы еще даже телефон назвать не успели уже. Это был очень простой вопрос. Простой вопрос. Ну что, приветствуем вас. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Андрей. Отвечайте, Андрей. Это Дракула. У Дракулы было имя. У него имя, да. Есть. Так. Влад Цепиш. Ай, браво. Да? Молодец. Влад Цепиш. Да, да, да. Совершенно верно. Влад Третий Цепиш он даже. Ну, давай зачтем без третьего. Андрей, в общем, все. Вы выиграли. Что выбираете? Ну, давайте старший сын. Старший сын. Старший сын. Драматический театр. Десятого декабря в 17.00. Ну что ж, прекрасно. Отлично. Не клоните трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Далее играем. Так, Владимир Иванович, сегодня вопросы у нас не задает. Я сегодня задаю вопросы. Вы сегодня за весь театр на Спаск. У нас будет два вопроса подряд, да? Да, конечно. Давайте следующим. Поскольку мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты на спектакль над Кукушкиным гнездом, будет у нас вопрос как раз-таки касаться этого. В этом году Папа Римский отлучил от церкви Фиделя Кастро. Никита Хрущев объявил о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. Ну и в этом же году вышел свет Роман Кена Кизи «Прилетая над гнездом кукушки». Вопрос чрезвычайно простой. Нужно назвать этот год. Что же за год? Ну так, прикидывайте. Мне кажется, люди сейчас просто возьмут хрущевые гаджеты и напишут над кукушкиным гнездом, и сразу увидят, в каком году он вышел. — Звоните 211-101. — Звоните 211-101. — Звоните 211-101. — Обычно, когда мы про даты, про год спрашиваем, даем варианты ответов. — Смотрите, сегодня что-то такое. Вы говорите, сложные вопросы, а? Вот как раз на сложные ощущения. — Я не доценила наше хрущевское время. — Добрый день. — Вы в эфире. — Добрый день. — Как вас зовут? — Сева. — Сева? Ну что, в каком году вышел этот роман? — Я думаю, 62-й. — Да, все правильно. — 62-й. — 62-й. — 62-й. — 55 лет назад получается. — Круглая дата получается. — Да, 55 лет. — Ну что, Сева? — Сева, да? — Что хотите забрать у нас? — Цой? — Я слышал, что есть. — Да. — Только не тот Цой. — Я понимаю, я понимаю. — Да, пианист. — Цой пианист. — Британский пианист Цой, да. — Да, пожалуйста. Конечно, 9 декабря. Завтра концертный зал на Спасской. Спасской 15. 6 часов вечера. Не кладите трубку, пожалуйста. Пообщайтесь с нашим редактором. До рекламы еще, видимо, вопросы музыкальные. — Севой будет, да? Ну, тогда я продолжу. Неделю назад я начал про этого нашего хулиганствующего мальчика по имени Билли Айдл вопросы задавать, но как-то мало успел задать. Но мы уже выяснили с помощью наших слушателей, что прозвище дал ему школьный учитель. И оно значит вовсе не то, что мы думаем. Не Идл, а Айдл. Лентяй. Школьники вскоре его так прозвали. Тем не менее, немножко сейчас музыкальный фреймон прозвучит, потом я задам вопрос. Ну, это фрагмент звучит уж такого, я может сказать, последнего пока записанного альбома. Ну, вообще-то он интересен тем, что он не только лентяй, а еще очень такой прогрессивный, продвинутый дядька-то был. И он был первым из рок-музыкантов, кто стал продвигать свой альбом с помощью новых технологий. Это было в 1993 году, до этого никто этого не делал. Вопрос в том, что он использовал для того, чтобы продвинуть свой альбом в 1993 году. Первый вариант ответа — интернет. Второй вариант ответа — электронная почта. Третий вариант ответа — сетевые сообщества. Ну, так это все об одном, в общем-то. Да, что использовал именно, но это был 1993 год, еще раз напомню, что он использовал, да. Ну, вот, есть претендент. А уже есть. Ну, если просто ничего не спросить, все сразу отвечают, да. Ну, наши слушатели хороши, молодцы, молодцы. Да. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Наталья, видимо, да? Да. Продолжаем узнавать по голосам. Да. Наталья, ну что же. Чем занимался Биллиард в 1993 году? Интернет. Интернет. Совершенно верно. И второе тоже, наверное. И третье тоже. И третье, верно, да. Абсолютно верно. Я просто уже так это пометуя о том, что иногда сложно ответить, даю три варианта. Наш герой провел себе интернет и активно начал. Это первый был музыкант, который продвигал свою творчество из интернет, как ни странно, да, не интеллектуальный, вроде бы такой, хулиганствующий, бывший панк. Спамил? Спамил по большому счету? Ну, нет, он уже использовал все вот технологии, которые мы сейчас используем, считаем их новыми, но это был 1993 год. Я напомню, у нас тогда еще в России интернета вообще-то не было. У нас была коммерческая сеть, релком и больше ничего. Рунет попозже все-таки. Это все позже гораздо появилось. Попозже, да. Ну что ж, что вы хотите получить за вас? Правильный ответ. Можно Киров Лес. Киров Лес. Точка Лес. Сегодня на драму спрос. Да. 16 декабря, драматический театр, так, 5 часов вечера, 18 плюс ограничения. Хорошо, Наталья, не кладите трубку, общайтесь с редактором нашим. Так, нам пора нужно на рекламу быстро сходить. Мы сходим. И потом будет твоя очередь. Да. Культ поход. Сегодня в культ походе мы приглашаем вас на тайну волшебной страны. Премьера в Театре Наспасской будет 22 декабря в честь Нового года. И аж буквально до 7 января. До 7 января. Замечательная музыкальная сказка 6+. И мы продолжаем наш разговор с директором Театра Наспасской Владимиром Грибановым и Юлией Беляк, специалист по связям с общественностью ТЮЗа. Продолжим разговор. Ну, видимо, нужно закончить наш круг. Я должен задать вопрос. Я сегодня предлагаю снова поздравлять людей, которым сегодня исполнилось сколько-то лет. 8 декабря много на свет появилось известных очень людей. Ваша задача сейчас услышать этого человека, дозвониться 211-101 и сказать, кто же это, кого же вы услышали. Первый у нас на очереди человек, однажды блеснувший знанием английского языка. За что потом ему... Ну, ладно, не буду. Давайте послушаем. Дио Президент Блаттер, коллеги экзекутивные комитеты, давайте я поговорю из моего сердца в английском. Мои друзья, сегодня это единственный момент в времени. Ладно, ладно, не будем себе мозг церковать. Ну, помните, да? Помните, это знаменитые выступления, и вся страна потом начала шутить. Особенно школьники на уроках английского языка стали шутить. Да, и попробуйте поставьте им двойку. Вот этот человек сегодня празднует 59-й день рождения. Кто же он, спрашиваем мы вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, это Олег, да? Да, меня зовут Олег. Кто это? Конечно же, это бесподобный Виталий Мутко. Виталий Леонтьевич Мутко. С днем рождения вас, Виталий Леонтьевич, с 59-летием. До недавнего поры, как известно, министр спорта Российской Федерации. Сейчас он РФС возглавляет. Нет, он сейчас же у нас, как это он, зампред с курирующей вопросом спорта. Как-то там все очень сложно. Ну, хорошо. Пока, по крайней мере. Олег. После известных событий, может быть, там что-то изменилось. Да. Что хотите получить? Если можно, книжку... Ерофеева? Ерофеева. Розовая мышь. Ой, все, не сбылась моя мечта. Думал, останется. Все, не кладите трубку, еще пообщайтесь с нашим редактором, да. Договаривайтесь. По сумме. Шутим, конечно. В целом, как, Владимир Иванович, ваши коллеги, сотрудники восприняли возможность воскресить такой жанр музыкальный с энтузиазмом, охотно? Ну, естественно, потому что нельзя же все время одно и то же, там какие-то серьезные вещи там и все. Актеры тоже люди. Вот, им, естественно, хочется пробовать себя и в острохарактерных ролях, и попеть. Ну, то есть реализовать все свои возможности. Ну, чтобы совсем конверт не превращался в театр, да? Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, то есть разнообразие стилей и жанров, оно же свойственное театру. Театр, оно такое, как это, полифоничное такое искусство. Там много-много всего присутствует. Естественно, каждый актер же, ну, он же, его же чему-то учили. У него же есть какой-то, у некоторых, там, определенный жизненный опыт сценический. Там, когда он что-то делал, там, он что-то не успел реализовать, или что-то прошло мимо него. Ему это всегда хочется, хочется пробовать новое, 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 новое. Бывает, конечно, когда актеры живут только в будущем, только новыми ожиданиями какими-то. Значит, ну, вот я должен, я не знаю, там, высказать по этому поводу свое мнение. Я считаю, что вот в Театре Наспасской актеры годами играют некоторые спектакли и сохраняют их, и берегут. Они для них дороги, потому что это частичка их жизни, они туда вложили свое сердце и душу, силы, здоровье и так далее. Берегут, и благодаря вот их вот этой бережливости, любви, собственно, к театру как к искусству и так далее, сохраняется огромное количество таких спектаклей, таких как вот, допустим, ну, та же самая «Золушка», которая уже много-много лет идет в Театре Наспасской, ну и другие тоже. — Мы много кого уже упомянули, да, кто работает над этим спектаклем, но вот про Ирину Брежневу забыли. Традиционный хореограф для ТЮЗа. — Ну, Ира Брежнева — это традиционное ее участие практически в каждом спектакле. Если там нет, ну, скажем, ну, чисто танцевальных номеров, да, в спектакле, то обязательно все равно есть некие пластические решения, начиная там от порой каких-то... она помогает найти какой-то характер, потому что, естественно, каждый персонаж, он же существует, и в том числе есть жизнь человеческого тела, вот, и порой небольшая даже подсказка актеру пластическая там, как ходить, как рукой, как голову повернуть, как он там машет головой или кивает головой. Она порой, ну, знаете, вот такое зернышко забрасывает в актера, он как это вот ощущение какое-то получает, и на этой почве начинает выращивать, вот, собственно говоря, вот этот куст или дерево, что называется. Поэтому, конечно, Ира тоже присутствует в этом спектакле, как и во всех практически наших спектаклях. — То есть она даже не просто как бы хореограф, она вообще ставит движение, можно сказать, тогда? — Ну, да, ну, то есть, да, пластические решения, да, естественно, потому что мы знаем, что Ира, она большой мастер, скажем так, да, и современной хореографии, в которой нет вот именно чистого каких-то там танцевальных, привычных там, да, каких-то композиций. — Угу. Сколько всего актеров занято в постановке? — Так, чтобы не соврать... — Насколько он массовый? — Десять или одиннадцать человек занято в спектакле, да. — Ну что, продолжим играть? — Продолжим играть. На меня смотришь? — Юля, задали все вопросы? Да. — Да. — Давай, Николай. — Ну, тогда я обращаюсь к своему сегодняшнему персонажу, да. Еще фрагментик песенки попрошу включить. — Ну, это самый главный хит моего сегодняшнего персонажа, да, Билли Айдола, называется Rebel Yell. Там название такое, типа, крик бунтаря. На самом деле, это, вообще-то, история про женщину, которой хочется еще. Ну, ладно, мы об этом не говорили. Вот. Но дело в том, что я уже так его расписываю. Он такой, он хороший весь, там, все, новая технология. Все на самом деле, конечно, это Олух порядочный. И одна из самых его знаменитых историй связана с тем, что однажды он гастролел в Таиланде, и в Бангоке занял президентский люк, смотря. — Я знаю эту историю, Николай не поделился заранее. — Да, вот он занял президентский люк, и ему он так понравился, что он решил оттуда не уезжать. Поэтому, когда приехал президент соседней страны, который хотел этот люк занять по праву, то властям Таиланда пришлось предпринимать некие меры для того, чтобы этого нашего гостя, тогда уже из Америки, как-то выселить. То есть, что же они, какие меры приняли? Они вызвали врача-нарколога? Они вызвали местного колдуна? Или они вызвали взвод вооруженных солдат? Вот какие меры пришлось принять, чтобы выселить английского музыканта из гостиничного номера? — Это такой мой вопрос. — Ну, периодически случаются, конечно, такие вещи со звездами, да? Когда они в определенном состоянии, они начинают буяниться. — 211-101. — 211-101, да. — Напоминаем, что мы даем обычно вторую попытку, если с первой у вас не получается правильный ответ. — Да, то есть еще раз напоминаю варианты. Либо они вызвали врача-нарколога, либо вызвали местного колдуна, либо вызвали взвод вооруженных солдат. — Ну, а меж тем у нас что еще остается-то? Над Кукушкиным гнездом в Театр Наспасской вы можете попасть 16 декабря в 6 часов вечера. Пригласительная в кинотеатр смена или дружба у нас тоже есть. Книжка Моя Кучерская. — У нас есть книжка Моя Кучерской, это была совсем другая. У нас есть пригласительные билеты на закрытый предпоказ в артзале в Колизее. Фильма «Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». — В дом инвалидов. — Пойдемте с нами, пойдемте, звоните. Пойдемте с нами на закрытый показ в артзал. Уютный, хороший, 41 место. — Вопрос крайне простой, еще раз повторяю. То есть, каким образом вы селили Билли Айдола из номера гостиницы с помощью нарколога, с помощью колдуна или с помощью взвода солдат? Не бойтесь, звоните, мы вместе можем этот вопрос решить. — А еще у нас есть пригласительный на выставку «Пирелли» на три персоны, выставочный зал на Карла Липнихта 71 и пригласительный на выставку Анатолия Белика. Выставочный зал Художественного музея там же. — Призов еще очень много. — О, так у нас уже, оказывается, позвонившие есть. — Так у нас все вопросы еще есть. — Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Елена. — Елена, ну как вы думаете, что ж пришлось применить, какой метод, чтобы выселить взорвавшуюся рок-звезду? — Ну, солдаты, вероятно. — Абсолютно правильно. Целый взвод вооруженных солдат, да. Они, знаете, что сделали? Они обстреляли его дротиками, скетамином. Он немножко поутих, они его привязали к стулу прямо вот так, скотчем, как в фильмах. И прямо на этом кресле отправили в аэропорт. После этого мы запретили навсегда въезд в эту страну. Правда, через три года запрет сняли, потому что поклонники были против. Но на самом деле реально пришлось привлекать армию. Ни колдун, ни нарколог не помогли. Так что вы совершенно правильно ответили, что бы вы хотели получить за вас правильный ответ. — Над Кукошкиным гнездом. — Вот, вот здорово. — Абсолютно правильный выбор. — Порадовали, порадовали работников театра на Спасской. — И до нас дошла очередь. — Над Кукошкиным гнездом, 16-й число, 18-00-16+. Плюс не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Так, я предлагаю дальше продолжать поздравлять людей, известных с днем рождения. — Мы так их поздравляем, да? То есть посмеялись над Мутко, это мы так его поздравляем. — Да, Виталий Леонтич. — Он, правда, сам нас хорошо поздравил. — Следующий сейчас персонаж — это актер. Ему сегодня исполнилось 72 года. Послушайте и назовите, как его имя. — Роскошный витинг по всем законам драматургии. Площадь перед зданием администрации. Толпа народу. Семь часов утра. Семь пятнадцать, но не позже. Народ безмолвствует. Одиночные выкрики. Люсин. Пусть кричит Люсин. Гениально! Беременная женщина в толпе. Это потрясающий режиссерский ход. Мы скажем, что она беременна от губернатора. — Вы вспомнили, да, все фильмы? — Да, фильм-то уже вспомнили все. Все вспоминают, что... — Один из любимых моих, в том числе «День выборов» называется, да. Первая часть еще, да. Не вторая. — Уже угадали, по-моему, актера. — Да, он там сыграл руководителя драматического... — Драматического театра, да, которого привлекли, собственно, вот эту выборную кампанию тут тоже проводить. Алло, добрый день. — Здравствуйте, это Евгений Стеблов. — Естественно, Евгений Юрьевич Стеблов. С 72-летним сегодня его поздравляем. Вы, Светлана... — Да, да. — Что хотите? — А скажите, Беликов-то не Сергей? — Нет. — Это Анатолий Белик. — Анатолий Белик. — Это художник наш. — Анатолий Белик. — Мастер текстиля. — Или в Смену, или в Колизей. На которое число? — 12-е вторник, 7 часов вечера. — Давайте. — Ну, хорошо. Вы, кстати, Светлана в прошлый раз не пришли. Вы тоже выигрывали. — А у меня другие приходили. Я ходила на Державина Андрея. — На Андрея Державина. — Вы смотрите, приходите, потому что там в зале очень мало места. Мы как бы каждым местом дорожим. — Сейчас-то я подойду. — Подойдете, да. — Хорошо, ладно, запишем вас в список. — Два билетика, да? — Да. — Два билетика. — Вдвоем пойдете или одна пойдете? — Да, все. — Все уже. — Хорошо, с нашим редактором разберемся. — Там же Державина поговорит, как питька чеснок плюс Леху Штыря. — Можно следующий вопрос? — Так и твой же будет сразу. — Да. Вот этой замечательной женщине могло бы сегодня исполниться 88 лет. Но, к сожалению, она ушла из жизни еще в 2004 году. Давайте послушаем этот замечательный голос. А вы дозвонитесь 211-101 и скажите ее имя. ПЕСНЯ — Вечная песня, на наш взгляд, вечный голос, который у нас остался в памяти в голове. Ну, как же зовут? — Да, уже. — Как же зовут? Это актриса, которая озвучила массу этих персонажей. Сегодня, повторюсь, ей могло бы исполниться 88 лет. Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Александр. — Пожалуйста. — По-моему, это Румянцева. — Ну, трудно было ошибиться, да. Ну, не Румянцева все-таки. Румянова. — А, Румянова, да-да-да. — Клара Михайловна. — Клара Михайловна. — Клара Михайловна. Румянова, конечно. Их часто путают, да. — Ага, да-да-да. — Да, но все-таки. Ладно, хорошо принимаем ваш ответ. Не кладите... Ай, не кладите. Выберите сначала, что вы хотите получить-то, да? — Ну, все разобрали, остается смена. — Ну, не все еще разобрали. — Еще. Много что осталось. — Книга еще есть. — Книжка еще есть, да. — Смена, смена. — Ну, хорошо, все. Не кладите, пожалуйста, трубку с нашим редактором, пообщайтесь. — Так, у нас остается буквально полминуты. — Приглашайте. — Последнее слово наших гостей. — Владимир Владимирович. — Последнее, в смысле, в рамках программы. Приглашайте на премьеру и вообще приглашайте в театр. — Ну, конечно, мы всегда ждем наших дорогих зрителей, которых мы всегда любим. Собственно, для вас мы существуем. Конечно, немножечко для себя. Не забываем себя о своей любимой профессии, о своем любимом искусстве. Но без вас вы просто не существуем. Поэтому милости просим. Ждем вас всегда. Наши двери открыты. — Спасибо. — Спасибо. — Владимир Грибанов, директор театра «Наспадская» и Юлия Белек, специалист по связям с общественностью этого театра, были сегодня нашими гостями. Еще раз всем удачного завершения рабочей недели. Через 20 минут будет у нас в эфире программа «Союз нерушимый». Но я хочу сейчас попрощаться, потому что программа будет выходить в записи. Так что всего доброго. — До понедельника. — Всего доброго. — Спасибо, до свидания. — До свидания. Культ Пахвот